Пирамиды построили пришельцы? Пирамиды построили пришельцы? Почему они появились так внезапно? Эта загадка волнует многих людей, включая маститых уфологов, таких как Дэвид Хэтчер Чилдерс. Одна из великих загадок прошлого и человечества заключается в том, что люди, такие же как мы, существовали по крайней мере 100 тысяч лет. Неожиданно, несколько тысяч лет назад мы вышли из пещеры и начали строить гигантские памятники. Одна из этих загадок не только в том, как древний человек построил эти гигантские металлические памятники, но и почему. Многие годы ученые пытались найти ответ на этот вопрос. Одни предполагают, что это связано с сельским хозяйством. С появлением сельского хозяйства неожиданно возникла возможность прокормить армии рабочих. Другие считают, что это связано с появлением религии. Ранние цивилизации стремились умиротворить богов. Но теперь есть другое объяснение. Пришельцы. Есть люди, которые утверждают, что почти все эти памятники были построены или спроектированы в далеком прошлом пришельцами, обладавшими сверхпередовой технологией. Один из тех, кто верит в это, Джейсон Мартелл. Он живет в Калифорнии и руководит брачным агентством. В свободное время он решал крупнейшую археологическую загадку нашего времени и говорит, что решил ее. Люди имели физическую возможность сложить огромные блоки и построить пирамиды. Сто тысяч человек. Но знания, необходимые для этого, должны были прийти из вне. Необходимо было чье-то вмешательство, поэтому я обратился к теории о древних астронавтах. Древние астронавты прилетели сюда и оказали влияние на наш общество. Джейсон и его единомышленники говорят, что эта теория дает ответ на некоторые обескураживающие вопросы о древних памятниках. Возьмем Стоунхендж. Как британцы бронзового века переместили пятитонные камни на расстоянии более 270 километров? А тысячетонный блок в Ливанском, Бальбеке, весит как три самолета Боинг 747. Как древние люди сдвинули его? И самый большой вопрос. Пирамиды в Гизе. Крупнейшая из них была построена из двух с половиной миллионов каменных блоков всего за 20 лет. И ориентирована точно на Северный полюс с отклонением менее чем на одну десятую градусы. По мнению специалистов, ответ прост. Древние гиптяне были очень сообразительными, работали очень быстро и очень много, и создали весь туристический комплекс его за несколько десятков лет. Но таких как Джейсон Мартелл это не убеждает. Многие древние памятники отличаются совершенством, которое не ассоциируется у нас с древним человеком. Древние люди жили в глиняных хижинах и пользовались каменными орудиями. Они не обладали знаниями в области математики, геометрии, необходимыми для проектирования этих сооружений. Как они смогли построить такие памятники, как Стоунхендж? Как смогли сориентировать пирамиду в Гизе на Север с точностью до одной десятой градуса? А что говорят специалисты по древнему Египту? Египтологи считают, что большой загадки здесь нет. По их словам, археологи располагают достаточными данными, полученными в районе пирамид. В целом все ясно. Мы нашли бараки рабочих, мы нашли могилы архитекторов. Кроме того, у недостроенных пирамид мы нашли пандусы, по которым затаскивали блоки. Поэтому, хотя детали процесса строительства неизвестны и, возможно, никогда не будут известны, общая картина совершенно ясна. Для нас тут нет загадок. Проблема тех, кто верит в древних инопланетных астронавтов, заключается в том, что мы не можем задать вопросы самим пришельцам. Или можем? Лиса Ройл-Холк подтверждает, что древние памятники построили пришельцы. Она межгалактический медиум и имеет прямой спиритический контакт с инопланетянкой по имени Саша. Саша живет в миллиардах миль от нас, но, к счастью, связь идеальная. Дело с Алисой. Приветствую вас, это Саша. Очень приятно быть сегодня с вами. Мы очень рады, что вас интересует эта проблема. Наши взаимоотношения с землянами мы намерены строить исключительно в духе мира, любви и радости. Спасибо, Лиса. То есть, Саша. Это успокаивает. Но как насчет пирамид? Кто их построил? В древние времена мои предки прилетели на Землю. Мы искали очередную планету, пригодную для колонизации. Памятники инопланетяне строили, как правило, с научными целями. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хорошо. Вскоре мы вернемся к инопланетянам, чтобы узнать из первых рук, какие эксперименты они проводили. Но сначала давайте познакомимся с крестным отцом теории о древних пришельцах, с человеком, которого ученые-археологи терпеть не могут. Традиционная археология не любит загадок. У них на все есть ответ. Они утверждают что-то, и весь мир должен им верить. Конец первой части. Самые необычные истории НЛО. Часть 2. В 1968 году Эрих фон Деникен, управляющий гостиницей Швейцарии, приобрел международную известность, опубликовав спорную теорию, согласно которой в древности Землю посетили космические пришельцы. Он не был первым, кто предположил, что в доисторические времена инопланетные существа прилетали на Землю. В конце концов, это был один из основных сюжетов научно-фантастических произведений. Но Эрих имел одно существенное отличие. Он сказал, что это правда. Его книга «Колесницы богов» была издана по всему миру общим тиражом более 60 миллионов экземпляров, и он быстро стал международной суперзвездой. Эрих предложил миру версию истории человечества космической эпохи. Тысячи лет назад, когда наши предки были людьми каменного века, на Земле побывали инопланетяне. Фон Деникен утверждает, что эти инопланетяне помогли построить древние памятники. Его карьера разгадывателя древних тайн началась, по его словам, в 60-е годы. В то время как другие принимали наркотики, бунтовали, Эрих размышлял. Размышлял о древних сооружениях и, в первую очередь, о Великой Египетской пирамиде. Гробница фрауны Хиопса была построена из двух с половиной миллионов каменных блоков. Самые крупные из них весят до 80 тонн и были доставлены из каменоломен, находящихся на расстоянии многих сотен миль. Это произошло за тысячу лет до изобретения колеса. У Эриха фон Деникена возник большой вопрос. Не о том, почему пришельцы не дали нам колесо, а другой. Большой вопрос. Это крупнейший памятник из всех построенных людьми на Земле. Его высота около 137 метров, а вес — 30 миллионов тонн. Настоящая громада для людей и архитекторов каменного века. Теории фон Деникена вызывают раздражение ученых-египтологов. Фон Деникен, похоже, не очень любит людей. Он принижает их, утверждает, что люди едва вышли из каменного века. Начнем с того, что каменный век закончился за несколько веков до строительства пирамид. Лично я считаю, что Эрих фон Деникен — большой специалист по саморекламе. Я не назвал бы то, чем он занимается, научной работой. Но чтобы не говорили специалисты, Эрих стоит на своем. Я никогда не боялся насмешек. Никогда не боялся того, что мнение других полностью расходится с моим. Чудесно. Они свободные люди. Но я прочел множество книг по археологии, а мои оппоненты понятия не имеют о том, что говорит Эрих фон Деникен. Он утверждает, что гранит можно резать только лучом лазера, но было доказано, что с помощью медной пилы обычного песка в качестве абразива можно за неделю распилить большой кусок гранита. По мнению профессионалов, египтяне не нуждались в больших лазерах НЛО, чтобы перемещать камни. Они полагались на свои крепкие мускулы. Доставка каменных блоков — не проблема. Египтологи провели эксперименты с участием большого количества людей, которые тянули большой каменный блок. Некоторые блоки были доставлены из Асуана. Например, потолок зала фараона. Он из Асуана. Но это в тысячи километров отсюда. Не так далеко. На одной из египетских гробниц есть фреска с изображением людей, вручную передвигающих огромную статуру. Поэтому то, как египтяне перемещали огромные каменные блоки, — не загадка. Посмотрите. На этой древнеегипетской фреске, изображающей строительство пирамиды, нет пришельцев. Если только они не замаскировались под древних египтян. Наверное, поэтому фреска не фигурирует в книгах фон Деникина. Не понимаю, почему нельзя усвоить, что пирамиды были построены людьми, жившими там в то время. Ведь это неоспоримо. В теории Эриха имеются и другие очевидные натяжки. Например, он утверждает, что после отлета пришельцев люди построили несколько пирамид, используя оставленную пришельцами технологию, как они это сделали. Это еще одна загадка. Он не уверен. Он говорит также, что гробница фараонов — это попытка скопировать креогенную технику пришельцев, способную сохранять мертвых в состоянии временного прекращения жизненных функций. фон Деникина сочли фантазером и считают так до сих пор. Но и археологов не все сходится. Есть одна маленькая загадка, которую они до сих пор не могут разгадать. Ученые утверждают, что пирамида Хеопса была построена всего за 20 лет. Она состоит из более чем двух миллионов блоков, а это значит, что египтянам приходилось изготавливать, перемещать и устанавливать по одному блоку каждые полторы минуты, каждый день, 365 дней в году на протяжении всего периода строительства. Приходится признать, что детали строительства пирамид остаются неясными. Два с половиной миллиона блоков за такое короткое время? Неизбежно возникает сомнение, в здравом ли вы уме? Поразив публику своей теорией о пирамидах, фон Деникин затем объехал весь мир, чтобы найти новые доказательства того, что в древности на Земле побывали пришельцы. Инопланетяне оставили доказательства своего пребывания, но вопрос сложный. Что оставили? Что они могли оставить? И что вы думаете? Он находил доказательства повсюду. Например, на рисунке, найденном в Африканской пещере, возраст которого 5000 лет, по мнению фон Деникина, изображен астронавт в шлеме. На этом древнем камне, утверждает он, изображены люди, смотрящие в телескопы. А в Мексике, в могиле, относящейся к цивилизации Майя, он нашел, как написано в его книге, высеченные на камне изображения инопланетянина в космическом корабле. Пришелец, по мнению фон Деникина, наклонился над пультом управления. У него есть аппарат для дыхания, из ракеты вырывается пламя. Совсем как при запуске с мыса Канаверал. Потом он сказал, что его посетило откровение, доказавшее его правоту. Это случилось в Латинской Америке, когда он пролетел над знаменитой долиной Наска, в Перу. Древние рисунки протянулись в пустыне на многие мили. Некоторые имеют странную форму. По какой-то загадочной причине, эти странные рисунки можно увидеть только с неба. Я совершил первый полет над долиной Наска, и он произвел на меня большое впечатление, потому что увидеть это можно только с высоты. Пролетая на большой высоте, можно увидеть что-то похожее на взлетно-посадочные полосы. Впечатление потрясающее, просто невероятное. Это не типично для местных жителей. И тогда возникает вопрос, почему они это сделали? Почему именно здесь? Археологи говорят, что это ирригационные каналы или религиозные символы. А Фонденикин утверждает, что у него есть гораздо более убедительное объяснение, связанное, да, вы угадали, с пришельцами. Космический корабль остался на околоземной орбите. Они спустились на Землю на небольшом аппарате и занялись поисками нужного им минерала или еще чего-то. Потом они нашли то, что искали, и улетели. Первый полос, утверждает он, были оставлены пришельцами случайно, когда они приземлялись и взлетали на своем НЛО. Местные жители пришли и увидели посадочные полосы, на которых не было песка и камней. Тогда они сами начали создавать полосы, похожие на те, что оставил таинственный бог. Эрик считает, что визит пришельцев произвел такое впечатление на племя Наска, что они приняли их за богов и сами стали создавать такие же полосы. Он говорит, что пришельцы произвели на них такое же впечатление, которое европейцы произвели на первобытные племена в 20 веке. Племена Новой Гвиней, увидев первых европейцев, приняли их за богов, спустившихся с небес на серебряных птицах. Они поклонялись им после их отлета и даже строили модели самолетов и аэродрома, надеясь, что серебряные птицы вернутся. Но у бедных перуанцев ничего не получилось. Пришельцы не вернулись. Вместо них появились испанцы. Эрик уверен в том, что древние люди повсюду принимали пришельцев за богов. Эта мысль оказала на него огромное влияние. Он отказался от религии, хотя раньше был ревностным католиком. Как это изменило мою жизнь? Прежде всего, изменилось мое отношение к религии. Теперь я молюсь чему-то, чего я не понимаю, но что я уверен, существует. Когда начинаешь понимать это, меняются твои представления религии. Религиозные культы, религиозная психология меня больше не удовлетворяют. Эрик фон Деникен предлагает новое объяснение всего развития человечества. Пришельцы из космоса, говорит он, не только спроектировали и построили древние памятники, они стали причиной зарождения всех великих религий. Серьезное заявление. Но есть две маленькие проблемы. С этим не согласен ни один из ученых. И ни одно из его доказательств не выдерживает критики. Возьмем так называемого инопланетного астронавта из гробницы. То, что фон Деникен называет пультом управления и пламенем, на самом деле хорошо известны и символы племени Майя. Это, например, не часть ракеты, а лик бога Земли, которому поклонялись Майя. Что касается найденного в Южной Америке камня с изображением древних людей, глядящих на звезды в телескопы, в документальном фильме BBC доказано, что они – дело рук этого хитроумного фермера. Но это не помешало грандиозному успеху Эриха. 29 книг, написанных им, издано общим тиражом 63 миллиона экземпляров и переведены на 32 языка. Английский писатель Брайан Эпплиярд, автор книги о притягательности истории про НЛО, объясняет успех фон Деникена растущим недоверием к ученым. Это, в свою очередь, приводит к росту популярности теории заговора. В результате паранойи, вызванной холодной войной, в 60-е и 70-е годы люди были убеждены, что от них что-то скрывают, что мир не такой, как им говорят. Люди были готовы к восприятию истории о необычных вещах. Феномен фон Деникена кажется неискоренимым. Он заработал столько денег на своих книгах, что недавно открыл тематический парк, посвященный его неортодоксальным теориям. В нем есть даже макеты некоторых древних памятников. Вы можете увидеть удивительные вещи. Пустыня Наска в Перу, Стоунхендж. Кстати, это лазерное шоу. Захватывающее лазерное шоу дает посетителям возможность увидеть живописные глыбы Стоунхенджа. Там проводятся экскурсии, на которых даются ответы на все интересующие вас вопросы. Существовал ли мифический континент Му? В чем секрет подводных сооружений у берегов японского острова Янагуни? Успех Вон Деникина вдохновил новое поколение писателей, таких как Дэвид Хэтчер Чилдерс. Думаю, что теория Эриха привлекает людей, потому что существуют необъясненные загадки прошлого. У нас нет ответа на вопрос, почему человечество, находившееся на примитивной стадии развития, затратило колоссальные усилия на строительство гигантских памятников. Эрих фон Деникин был одним из тех, кто повлиял на меня. Я ухватился за его информацию и увидел все в новом свете. Но новообращенные сталкиваются с противодействием. Ученых не интересует, существовал ли мифический континент Му. И если же Землю посетили инопланетяне, ученым нужны доказательства. Что касается теории о том, что строить пирамиды египтяна учили инопланетяне, первый вопрос, который я задам, где доказательства? Подумайте об очень ограниченном опыте человечества в области межпланетных перелетов, о полете на Луну. Посмотрите, сколько космического мусора осталось просто после посадки и возвращения назад. Как, по-вашему, если бы инопланетяне побывали в Египте и научили людей строить пирамиды, неужели нигде не осталась бы хотя бы обломка пластмассы? Однако сторонники этой теории говорят, что не нашли доказательства. Насколько они убедительны, другой вопрос. По их мнению, пришель составили образцы космической технологии, например, этот глиняный горшок, изготовленный 2000 лет назад. Он был найден в Багдаде в 1938 году. Внутри медь и железный стержень, как в современных батарейках. В Калифорнии Джейсон Мартелл изготовил его копию. Мы видим простой глиняный горшок, сделанный из глины, найденный в том же районе. Внутри находятся медный цилиндр, а в центре — железный стержень. В то время в качестве пробки использовали битум. Джейсон наполняет горшок раствором кислоты и уксусом. Он рассчитывает на эффектный результат. Номент истины. Цифры невелики. Видите этот пик? Посмотрите. Сейчас. Видели? Генерирует 4 вольта. Древние люди заслуживают гораздо более высокой оценки, чем та, которую мы даем им, потому что, как видите, испытания, созданных ими устройств, приносят результаты. Эта батарейка дает 4 вольта. Очевидно, они были способны получить такой же результат. Для чего? Возможно, для получения электричества. Никто не знает, что могли делать древние жители Ирака с 4 вольтами электричества. Что касается пришельцев, зачем им нужен старый глиняный горшок, если они летают в межзвездном пространстве? Глиняный горшок с налитым в него уксусом, в котором появляются пузырьки, если поместить туда немного меди, это технология космического века? Прекрасно. В тематическом парке Ирака батарейки из Багдада занимают почетное место, вместе с объектом, созданным на основе древнеегипетского рисунка, изображающего, по его утверждению, электрическую лампочку. Однако, египтологи говорят, что это хорошо известный символ, изображающий змею внутри цветка. Зануды. Но Ирак убежден, что древнеегиптяне использовали электричество, чтобы освещать темные проходы в своих пирамидах. Кто-то стащил все провода. Вы, наверное, подумали, что пришельцы могли привезти что-то более полезное, чем лампочка. Такая же мысль пришла в голову этого человека. Он считает, что они привезли технологию, позволявшую подключиться к источнику космической энергии, которая затем поступала ко всем древним памятникам на Земле. Странно, он не кажется сумасшедшим. Конец второй части. Самые необычные истории МЛО. Часть третья. Одна из отличительных особенностей человека заключается в том, что мы живем в большом сложном обществе, в больших многоэтажных домах. Это называется цивилизацией. И вот почему многим людям очень не нравится идея о том, что начало всему положили пришельцы. В основе этой теории лежит предположение о том, что самые первые большие сооружения древности были построены инопланетянами. Все это очень хорошо. Но сторонникам теории нелегко объяснить, зачем они это сделали. Может быть, демонстрировали силу? Этот человек считает иначе. Вот он, прячется в Стоунхендже. По данным ученых, Стоунхендж был построен в 3000 году до нашей эры. Древние британцы проделали с этими пятитонными камнями путь в 273 километра, в честь солнца, которому они поклонялись. Это уже очень интересно, но недостаточно интересно для Дэвида Хэтчера Чилдроса. Он говорит, что Стоунхендж мог быть заправочной станцией древних пришельцев. Он выдвинул эту интересную теорию, открыв загадочные энергетические линии. Он считает, что Земля покрыта этими невидимыми линиями, образующими сеть. Даже если это звучит немного нереально, название он придумал отличная мировая энергетическая сеть. Мировая сеть — это геометрический узор энергии Земли. Солнечный свет падает на Землю, окутывает ее, превращая ее в клубок энергии и создавая энергетическую сеть. Как вы могли догадаться, никто из ученых не верит в эту сеть и в энергию, которую она якобы содержит. Но, как считает Хэтчер Чилдрос, только потому, что они настроены слишком скептически. Пришельцы же знали об энергетической сети и подключались к ней. Как? Конечно, построив древние памятники в важнейших точках пересечения энергетических линий. Разместив мегалитические памятники в различных точках сети, пришельцы получили возможность брать энергию из энергетической сети в определенных точках, таких как Стоунхэндж. Летательный аппарат пришельцев зависал над этими энергетическими точками и брал энергию, пополняя свои запасы. Почему гигантские заправочные станции построены из огромных каменных глыб? Чилдрос не говорит. Но, может быть, теперь мы сами можем использовать эту энергию? Конечно, нет. Дэвид, объясните, почему нет? Знаю, что многим трудно представить себе энергетическую сеть вокруг планеты, но ее можно сравнить с этим игрушечным автодромом. Этот автодром имеет геометрическую форму. Здесь все связано друг с другом. Машины движутся вдоль энергетической сети. Но если отключить или сломать любую часть автодрома, машины перестанут получать энергию и не смогут двигаться по трассе. К сожалению, поскольку древние памятники, такие как Стоунгхендж, превратились в руины, мировая энергетическая сеть вышла из строя. Бесплатная энергия нам не достанется. Очевидно, пришельцы использовали древние памятники только для получения энергии. О нет, многие мегалитические памятники, включая пирамиды и Стоунгхендж, представляют собой антенны, которые могли использовать НЛО. Вот так. Стоунгхендж был непростым местом, где собирались друиды. Возможно, отсюда древние пришельцы звонили домой. А может быть, и нет. Да, конечно, они с другой планеты. Кстати, о звонках домой. Откуда могли прилетать древние пришельцы? И есть человек, который должен знать. Это Сет Шостек. Он возглавляет институт, занимающийся поисками внеземного разума. В рамках научного исследования, продолжавшегося последние 20 лет, здесь прочесывают созвездия с целью получить радиосигналы внеземных цивилизаций. Оказывается, многие ученые считают, что жизнь могла возникнуть не только на Земле. В конце концов, у Вселенной триллионы и триллионы звезд. Сет Шостек посвятил свою жизнь тому, чтобы первым доказать это. Вселенная огромна. Похоже, что у большинства звезд есть планеты. Среди них множество миров с такими же хорошими условиями для возникновения жизни, как на Земле. Вопрос в том, возникла ли жизнь на этих планетах. Как же нам найти инопланетян? Или, по крайней мере, как нам их искать, пока мы их не нашли. Один из способов искать радиоволны, идущие к нам из других миров. Для этого строят такие большие антенны. Пока что из других галактик не доносится даже шепота. Поэтому Сет не может с уверенностью сказать, где живут инопланетяне. И не сможет, пока не получит их сигнал. Думаю, у нас есть хороший шанс узнать, что эта планета не единственная даже в нашей Солнечной системе, на которой существуют живые организмы. Могу предположить, что мы получим сигналы из другого мира. Если наука не готова сказать, где могут жить пришельцы и откуда они могли прилететь, это не значит, что нет других предположений. У тех, кто верит в НЛО, имеется свое мнение на этот счет. Вот самое распространенное мнение относительно местонахождения дома древних пришельцев в порядке возрастания. На третьем месте собачья звезда, Сириус. Ужасное название, ужасное место. Это одна из ближайших звезд к нашей Солнечной системе. Она часто упоминается в древнеегипетских текстах и фигурирует во многих странных преданиях. Например, в преданиях этого африканского племени. У них есть древний миф о богах с лягушачьими головами, которые спустились с небес на кружащемся аппарате. Да, Сириуса. И научили их священным ритуалам. Не это ли наши древние астронавты? А может быть, они прилетели с планеты Икс, которая занимает второе место? Джейсон Мартыл убежден в том, что пришельцы именно оттуда. По его словам, древние шумеры, жившие на территории Ирака, верили в существование десятой планеты в нашей Солнечной системе, которая еще не открыта современной наукой. Шумеры считали, что там обитают их боги — анунаки. Анунаки — существа, якобы прилетевшие с планеты Икс, еще одной планеты Солнечной системы, которую пытается найти современная наука. Эта планета существует. Возможно, на ней живут наши предки. Одну минуту, дамы и господа. Передаем специальное телевизионное сообщение, чтобы познакомить вас с самой последней информацией об удивительном явлении. Шансы планеты Икс были велики, когда в июле 2005 года астрономы сообщили об открытии небесного тела за орбитой Плутона. Планету назвали Зана, но оказалось, что она очень мала и в значительной степени состоит из газа. Вряд ли там живут анунаки, или наши древние пришельцы. Но есть планета, возможность существования жизни, на которой будоражат умы многих людей. Это наш ближайший сосед — Марс. Эта планета больше всего похожа на наше. Некоторые ученые убеждены в том, что там есть вода. Ученые НАСА много лет занимаются изучением Марса. Пока никаких признаков инопланетян. Но в 1976 году, занимаясь поиском крошечных бактерий, они нашли это. На этой фотографии равнины Седония запечатлено то, что большинство астрономов считает группой скал. Но некоторым кажется, что они напоминают вот что. Один человек считает, что так оно и есть. У астронома Тома Ван Фландерна имеется собственная теория о Марсе и обломках цивилизации. По мнению Ван Фландерна, на самом деле Марс — спутник планеты, на которой обитали инопланетяне, и которую они поспешно покинули, когда она взорвалась. Остались только обломки, в том числе пирамиды. Самое интересное предположение о происхождении марсианских сооружений заключается в том, что первоначально человеческая раса обитала на взорвавшейся планете. Они строили сооружение на её спутнике Марсе, а когда увидели, что их цивилизации грозит гибель, переселились на ближайшую пригодную для обитания планету Землю. Очень хотелось бы получить более чёткие изображения этих и других марсианских объектов, имеющих форму пирамид, и посмотреть, действительно ли это пирамиды. Действительно ли это марсианские пирамиды, спросите вы. Тобиас Оуэн был в числе учёных НАСА, сделавших эти фотографии. Он в этом не убеждён. В моей обязанности вкатил просмотр фотографии по мере их поступления с поверхности Марса в тех районах, которые мы считали пригодными для приземления космического корабля. Небольшая группа людей пришла к выводу, что это постройки обитателей Марса, что на Марсе существовала жизнь. За этим тут же последовало опровержение НАСА, которое, по мнению сторонников теории, свидетельствовало о желании скрыть правду. Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства отличается тем, что никогда не даёт прямого ответа. Сразу после своего создания в 1959 году НАСА получило от крупного мозгового центра института Брукингса рекомендацию проявить осторожный случай обнаружения инопланетян, потому что общество, его институты, в том числе и религиозные, не готовы принять факт существования инопланетян. Пирамиды на Марсе — вещь сама по себе достаточно пугающая. Но потом была опубликована очередная подборка фотографий НАСА, сделанных на равнине Сидоне. Возле пирамид было кое-что ещё. Скалистый выступ, который, по мнению некоторых, напоминал что-то знакомое. То, что сторонники теории о древних астронавтах давно связывали с пришельцами. Да, ещё одна достопримечательность Египта. Интересно, что именно сотрудники НАСА, сделав снимок поверхности Марса, окрестили этот объект головой. В НАСА быстро отмахнулись от этой фотографии, объяснив всё игрой света и тени. Это вовсе не лицо, просто так упала тень. Неправда. Вот лицо и пирамиды на Марсе. Вот свинксы и пирамиды в Египте. Между ними должна быть связь. Связь между Марсом и Землей. Далее учёных это была лишь деталь рельефа. Такие вещи мы видим и на Земле. В Нью-Гемшире, США, есть знаменитая скала, которую называют Старик Горы. У людей есть тенденция находить собственные черты в природе. И это идеальный пример. Только на Марсе. Здравый смысл подсказывает простое объяснение. Люди склонны видеть человеческие лица даже там, где их нет. Обратимся за объяснением к психологу. Лица с самого детства очень важны для людей. Они так важны, что мы видим их где угодно. Например, тарелка с яичницей, стоящая передо мной, очень похожа на лицо. Мы сразу видим брови, два глаза, нос и рот. Когда я смотрю на первую фотографию объекта на поверхности Марса, я очень отчётливо вижу лицо. Вот глаз, вот нижняя часть носа, вот овал лица. Это не очень отчётливая фотография, и я вполне уверена в том, что я вижу это. Однако, когда я смотрю на сделанную недавно, гораздо более чёткую фотографию, мне очень трудно увидеть лицо. Могу ли я увидеть лицо? Могу. Я могу поискать и детали, которые увидела на первом снимке, найти их. Но на более чёткой фотографии сделать это гораздо труднее. Теперь у нас есть отличное изображение поверхности Марса, и мы продолжаем получать их с космического зонда «Марс Экспресс». Мы видим поверхность планеты в мельчайших подробностях, но мы не видим ничего, что имело бы искусственное происхождение. Значит, на Марсе нет сфинкса, пирамид. Вероятно, тоже нет. И никаких признаков жизни. Откуда же прилетели древние пришельцы? Пора проконсультироваться с тем, кто должен это знать. С самим пришельцем. Лиса Ройл-Холд, космический медиум, утверждает, что может общаться с инопланетянами. По-видимому, ей удаётся связаться с ними, впав в гипнотический транс. По её словам, она делает это на протяжении многих лет. Я научилась приводить себя в изменённые состояния в колледже, где изучала гипноз. Дэн начала понимать, что я очень восприимчива, и время от времени получала послания. Я могу слышать или ощущать сообщения, затем устно передавать их. Сейчас её любимая собеседница — инопланетянка по имени Саша, которая берёт под свой контроль мозг Лисы и говорит её голосом. Сейчас мы проведём сеанс связи. Я войду в состояние медитации. С вами будет говорить Саша из Плеяд. Вы имеете в виду скопление звёзд созвездия Тауруса или Тельца? Скажите нам, Саша, если это не слишком личный вопрос, как выглядят девушки из Плеяд? В моём мире у меня есть физическое тело, хотя оно существует в немного другом измерении. Я могу пройти по вашей улице, и меня примут за человека, но если вы присмотритесь ко мне, то почувствуете, что что-то не так. Саша говорит, что её предки были строителями Межгалактической империи. Тысячи лет назад они бороздили Вселенную, осваивали планеты, строили гигантские памятники. Одной из их первых колоний, по иронии судьбы, по-видимому, был Марс. Мы использовали некоторые из баз в качестве колоний. То, что найдено сейчас на Марсе, это только вершина Айзерга, того, что есть на Марсе. Но Марс был для народа Саши промежуточной остановкой. Она сказала, что вскоре они обратили внимание на нас. Моих предков Земля интересовала очень долгое время. Пора найти ответ на самый важный вопрос о древних астронахтах. Почему они прилетели сюда? Если верить Саше, они не только строили памятники и создавали цивилизации. Может быть, это они создали человечество? Конец третьей части. Самые необычные истории НЛО. Часть четвертая. Если инопланетяне действительно побывали у нас тысячи лет назад, что довольно сомнительно, возникает вопрос, почему? Что это? Не знаю. По словам Лисы Холт, вернее, ее инопланетной подруги Саши, существует вполне разумный ответ. Пришельцы случайно наткнулись на предков человека и начали эксперименты с ДНК. Процесс, который она называет усовершенствованием. Мои источники сообщили, что инопланетные генетические проекты на Земле продолжались в течение тысяч лет. Если бы предки человека не были усовершенствованы с помощью инопланетной генетики, эволюция человека не зашла бы так далеко. Вы до сих пор бы находились на стадии эволюции, если бы не это небольшое усовершенствование. Лисы и Саша не единственные, кто верят в эту теорию. Они прилетели сюда 300 тысяч лет назад, и на основе неандертальского человека, который был результатом естественной эволюции, создали нас. Думаю, что пришельцы прилетели сюда, взяли одну клетку, изменили в ней код ДНК. Затем они поместили ее в матку первобытной женщины, женщина родила ребенка, это то, что мы называем утраченным звеном. Это просто, что мы называем «процентный линк». Если те, кто верит в древних пришельцев, правы, тогда человечество появилось не в результате постепенной эволюции, а вышло из пробирки пришельцев. Кошмар. Я считаю, что это многое объясняет. Это психологически объясняет это чувство одиночества, которое испытывает человечество, не имея возможности вспомнить тех, кто способствовал его появлению. Может быть, это покажется вздором, но идея о том, что пришельцы выступили в роли богов, создавших нас, является логическим завершением теории заговора. Писателя Брайана Эппл Ярда, она навела на мысль о роли пришельцев в современной культуре. Мысль о том, что инопланетяне побывали на Земле, передали нам свою технику, свои знания, указали прогрессивный путь развития, направление, в котором следует двигаться, это отличная мысль. Которую можно верить. Ведь одна из проблем современного общества заключается в том, что людям не во что верить. История нашего появления, которую предлагают нам ученые, откровенно говоря, означает, что мы ничто. Она ничего не значит. Теория о древних пришельцах — это нечто фундаментальное, во что людям хочется верить. Какой бы утешительной ни была для некоторых мысль о том, что нас посетили пришельцы, вполне вероятно, что этого никогда не было. Но если было, тогда возможно, только возможно, что величайшим памятником, оставленным ими, было не грандиозное сооружение вроде пирамид, а прекрасный образец гена инженерии. То есть, мы.